Казахстан 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 плановая, одобренная Ассамблеей народа Казахстана программа «Культурная модернизация нашего общества». Постепенное осуществление перехода на новую графику позволит разработать методологию, логику, технологию разумного, безболезненного и качественного перехода. Официальным стартом перехода на латинскую графику является статья глава государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», где определены переочередные задачи и сроки. Указываются объективные факторы перехода, историческое значение, необходимость модернизации языка, системность и приэтапность проводимой реформы. По мнению известных ученых, политических деятелей, указ, подписанный президентом Республики Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, о переводе казахского языка с кириллица на латинскую графику, стал новой точкой отсчета модернизации общественного сознания нации. А также переход казахского алфавита на латинскую графику позволит целом стране ускорить интеграционные процессы в мировое цивилизационное пространство. Казахстану как государству членам мирового сообщества необходимо вовремя реагировать на изменения в сфере высоких технологий и информации. В ходе обсуждения и принятия нового казахского алфавита было высказано много веских аргументов о своевременности и актуальности. Не перечисляя все доводы, остановимся лишь на одном. Латинец очень удобно в высокотехнологическом мире. Осуществляемый переход послужит глобальному развитию Казахстана. Новый алфавит позволит быстрее набирать тексты на казахском языке с помощью компьютера, на клавиатуре которой имеются все символы. Технологические новшества, которые ежеминутно появляются в мире, можно будет осваивать без дополнительных приложений. Латинский график – хорошая возможность для скорейшего создания полнофункциональной поддержки казахского языка в новых информационных и телекоммуникационных технологиях. Исходя из этих доводов, можно будет говорить об одном из целей перехода на латинскую графику. Это оптимальная и опережающая интеграция мировой информационной, культурной и образовательной пространства. А интеграция и все возрастающие взаимодействия ведущими языками сферы науки и инновации даст возможность казахстанцам быстрее овладеть доминирующей в мире латинской графикой. Как известно, алфавитами, созданными на основе латинской графики, пользуются более третье население планеты. Эта письменность доминирует в мировом информационном пространстве и позволит повысить узнаваемость Казахстана. Также переход позволит улучшить взаимоотношения граждан нашей страны с этническими казахами, проживающими в других странах планеты. Они, владея латинским алфавитом, получат возможность потреблять контент на казахском языке. Говоря об этнических казахах, проживающих вне исторической родины, хочу поделиться с вами об одной актуальной проблеме. Волей судьбы я был участником первого курутая казахов в 1992 году. Это было для меня очень большое событие. Я встретился с казахами всего мира, Европы, Америки, всего континента. Работая, а также работая с заместителем Акима Тимрянского района, встречал и растерял на территории района более 200 семей аралманов. Одним из выводов, которым мы пришли в результате обсуждения с интеллигенцией аралманов о судьбе родного языка, казахов в других государствах, это критическое состояние языка, которое находится под угрозой исчезновения. В этих странах казахский язык не изучается, поэтому затруднена передача его из поколения в поколение. На родном языке говорят только старшее и среднее поколение, но детям знание языка передается очень трудно. Кириллица в странах проживания этнических казахов не изучается, поэтому даже после переезда в историческую родину они испытывали трудности по изучению родного языка. Поэтому готовящийся переход на латиницу может сыграть позитивную роль в его дальнейшем распространении среднеэтнических казахов, проживающих в других странах. Издание книг к учебникам на латинице гораздо упростит изучение языка своих предков. Мне кажется, что в нашей области было достаточно обсуждений, дискуссий, семинаров о переходе на новую графику, в которых вы и сами присутствовали. Поэтому ясно одно, большинство сегодня сходится во мнении об исторической значимости и прогрессивности решения о переходе к латинской графике. Думаю, настала пора приступить к практическим шагам по использованию латинского алфавита в казахском языке. Несколько слов о переходе на латинскую графику. Это лично моя точка зрения. Первое. После указа президента будет много энтузиастов, которые рьяно возьмутся за дело. Для эффективной системной работы по переходу в первую очередь нужна координация действий всех вовлеченных групп. Нужен так называемый административный ресурс в лице специальной комиссии при областных городских районах Акиматок. Они должны планировать и осуществлять координацию работы государственных учреждений, общественных организаций по работе с населением и молодежью. Прежде всего, это проведение разъяснительной и пропагандистской работы. Организация лекторий для разных групп населения, в том числе для жителей сельской местности. Комиссия в своей работе должна выделить приоритетные направления, группа исполнителя, на которых будет отведена основная роль в проведении языковой реформы. Это, конечно же, государственные органы, это госслужащие и педагогические работники. Это для них в первую очередь должна быть организована работа семинаров и лекториев. Не должны забывать мы о молодежи, которая сегодня практически освоила латинский график и изучая иностранные языки, используя свои гаджеты как средства связи на латинской графике. Если говорить о трудностях, то мы не должны забывать о том, что они существуют. Это, в первую очередь, переключение восприятия населения к новой графике. Это трудность психологическая. В этой масштабной работе с населением нужны новые подходы. Надо применять новые инструменты в работе. Здесь, разумеется, нельзя обойти с беспрофессиональной помощи ученых, лингвистов, методистов и практиков. В нашей области это ученые СКГУ, Монаша Козыбаева, Институты языков, Федералиев, Орлеу. Это учебные заведения. Думаю, что в высших учебных заведениях будут созданы рабочие группы, и они предоставят нам ряд конкретных рекомендаций, в том числе, как вести разъяснение среди населения. Потому что наиболее сложной будет переподготовка и переобучение населения, особенно взрослые его части. Поэтому, в первую очередь, требуется переквалификация специалистов, которые непосредственно будут работать с населением. Это работники госслужбы, педагогические работники и работники социальной сферы. Для них необходимо провести специальные семинары, необходимы и новые методы обучения. Нельзя забывать о том, что основная масса населения сегодня пользуется компьютерами, смартфонами, гаджетами. Поэтому надо разработать онлайн-курсы по обучению новой графики, которая будет доступна через мобильное приложение. Мне кажется, мы не должны забывать о таком прекрасном явлении в нашей стране, как студенческое волонтерство, которое ярко себя проявило во время экспо-2017. Думаю, что привлечение волонтеров в обучение новой графики может быть эффективным подходом в обучении населения. Известно, что в информационном пространстве молодые казахстанцы чувствуют себя более свободно по сравнению со старшим поколением. Если они сегодня со свойственной молодежью энтузиазмом освоят новый алфавит и помогут на обучении своих родителей, родственников, знакомых, это уже будет значительный прорыв использования в родственной части населения новой графики. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активную часть и вас за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok